Мужчин поздравили, передали эстафету, а чем ближе женский праздник, тем ближе и весна. Но это как посмотреть. В студии Екатерина Лесиевича сегодня в программе. Уже по накатанной традиционный зимний праздник Минская лыжня не испугать погодой, кто пришел к финишу первым. Далеко по расстоянию, но все ближе ментально. Белорусско-китайские отношения проверены временем, но заходят на новый уровень. Наше, родное. Даже на масленичной неделе на столе белорусов блинам всегда составят конкуренцию картофель. Определяем лучшие сорта на вкус. Чужая семья – потемки? Жестокое воспитание детей, когда и до трагедии недалеко. Осторожно, кадры не для всех. А вот их работа – нас спасать. Каково это – чувствовать чужую беду и искать под грудой бетона признаки жизни. Отряд МЧС «Зубр» – герой нашего времени. А еще заглянем в календарь. Мы привыкли сверять времена года по медведям, но не только косолапые претендуют на звание синоптиков. Тут многое и ежу понятно. Все в этой жизни имеет цикличность. Поры года, время суток, мода и привычки. Но есть вещи, которые все-таки заканчиваются и уходят навсегда. Каждый, кто начинал свой путь во всемирную паутину вместе с массовым внедрением компьютера, конечно, его помнит. Интернет-эксплорер – один из самых популярных браузеров в мире. В свое время 4 из 5 человек нажимали на рабочем столе эту иконку. Но легендарная компьютерная дверь, через которую многие из нас заходили в интернет, закончилась. Более недоступен. Эксплорер стал жертвой своих же разработчиков, которые хотели его улучшить, да и не смогли. Технологии они такие. Не все получается, а иногда идет совсем уж наперекосяк. И все-таки, как бы ни развивались технологии, выше всего всегда будет стоять человек. Именно Homo sapiens – человек разумный, которого искусственный интеллект не везде может заменить. Например, в том же спорте. Горячо сегодня было в Раубичах. Минская лыжня. Ежегодное спортивное событие, во время которого наши люди встают на лыжи, а еще прицельно стреляют. В эстафете бежал, стрелял и Александр Лукашенко. Его команда, кстати, финишировала первой, но не победила. Как так может быть? Влада Корницкая расскажет. Это место под Минском точно знает, что такое контраст. То подготовка. То вот он соревновательный дух. Прямо дух и захватывает. Настолько оживленно. Совсем недавно Раубичи принимали этапы Кубка Содружества и Чемпионат страны по биатлону. Затем на трассу вышли финалисты снежного снайпера. Сегодня вновь лыжи и винтовки. На старте истинные любители спорта и здорового образа жизни. Старт будет там. Форейщики, включаемся. Минская лыжня, где атмосфера всегда особенная. Соревнование и праздник, несмотря на погоду. Участники готовились серьезно, знали. На дистанции будут вместе с президентом. Нашей стране вообще спорту уделяется самое, наверное, пристальное внимание. Потому что это одно из направлений оздоровления людей. Будут здоровые люди, здоровое население. Наша нация. Значит, все у нас будет хорошо. Значит, наша национальная безопасность будет на самом высоком уровне. Спорт – это та отдушина, которая помогает переключиться, чуть-чуть мозги переключиться и восстановить здоровье. Минщина едина и непобедима. Борьба развернулась нешуточная, ведь проигрывать не любит никто. И победу у соперника приходилось фактически вырывать. Четверо человек в команде. Эстафета смешанная. И это совсем непросто. Беги и стреляй. У нас сегодня настоящий праздник для всех граждан Республики Беларусь. И когда у тебя шапка, как у главы государства, я считаю, что комментарии здесь излишни. Я все время участвую в Минской лыжне, являюсь самая лыжницей. Атмосфера просто классная. Наш президент самый лучший. Ура! Все здорово, все замечательно. Команды такой дух. Очень, очень все нравится. Атмосфера замечательная. Атмосфера праздника. Матричная неделя – это хороший итог. Приехали поддержать команду президента. Атмосфера очень классная, хорошо. Все поддерживают разные свои команды любимые. В команде главы государства именитые спортсмены. Сергей Новиков, Людмила Калинчик и Ольга Назарова. Все с медальным биатлонным прошлым. Внушительный состав, как следствие, результат. Четверка президента пришла на финиш первой, но не победила. Просто квартет выступал. Вне конкурса. Мастер-класс, если хотите. Чтобы всем белорусам продемонстрировать именно в здоровом теле здоровый дух. Хорошее мероприятие, которое очень не хочет, но подвигает к тому, чтобы заниматься и готовиться к данным соревнованиям. Поддержка колоссальная. Спасибо огромное болельщикам, трибунам. Как они кричали, все на трассе слышали. Поэтому старались, конечно же, побыстрее бежать. А тут еще и погода знатно подпортила многим планы на выигрыш. Уже после финиша и президент скажет, одна из самых сложных трасс. И это при том, что Александр Лукашенко спортсмен опытный. Что ж тогда говорить о любителях? Им пришлось противостоять не только осадкам и снежной каше, а бороться скорее с собой. Это ужас. Не желаю вам по такому снегу бегать. И чтоб Бог наказал дождь перед моим этапом пошел. Но ничего. Жизнь нас испытывает. Только воля к победе и упрямство сегодня помогали. И глядя на то, как участники боролись за каждый выстрел и за каждый метр дистанции, понимаешь, что такое спорт высоких достижений. Чего стоят изнурительные тренировки и жизнь ради одной цели – золотой медали, которую абсолютно необоснованно и отобрать могут. Сегодня в этом мире, увы, спортивного поведения становится все меньше. Александр Григорьевич, как вы относитесь к изменившейся риторике международных организаций? МОК и Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать под нейтральным флагом даже на Олимпиаде. И организовываются страны, кстати, не сильные в командных медальных зачетах, в коалиции, которые говорят, а мы будем бойкотировать, если приедут белорусы и россияне. Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо? Собралась эта кодла, извините, я не хочу грубо говорить, знаю кто. И начинают – могут, не могут. Но если можем, значит, пусть ребята участвуют. Дело, вот если моя точка зрения, дело сегодня не в символах, не в флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И бах, он же спортсмен, великий спортсмен. Он что, не понимает, что такое спортсмена лишить участия? Притом ни за что, на ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали. Они выходили на площадь и кричали «давай войну, давай убивай». Они же этого не делали. Причем тут они? Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная – задушить нас, Россию, чтобы мы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этого не бывать. Но в Раубичах-то точно все по-честному. По достижениям и награды. В первой гонке среди команд высших органов власти на пьедестале четверка комитета госконтроля, Национального олимпийского комитета и Мингорсполкома. Первый раз для нас дебют удался. Я думаю, сила воли, желание победить, ответственность за каждого члена команды, наверное, это помогло ни разу не промазать и в то же время более-менее неплохо пройти по лыжне. Мы сосредоточены были только на соревнованиях. Но и самое главное, что у нас все получилось. Мы сделали все, что могли. Вы выложились максимально. Это самое главное. Всего сегодня бежали и стреляли аж 57 команд. Это 228 атлетов. Четыре забега, в каждом из которых не обошлось без яркой борьбы. И президент уверен, это и другим наука, и отличный пример для подрастающего поколения. Лучше соревнований в Беларуси нет, нежели наша любительская традиционная лыжня. Я вам, чтобы понять изнутри вот это мероприятие, я вам советую встать на лыжи и попробовать побегать здесь. Особенно вот в таких диких условиях. Вот тогда вы изнутри поймете, что такое. Советую вам. Мы зимняя страна. Вы видите, погода меняется. На лыжах надо ходить и за собой таскать детей. Что я вам и всегда демонстрировал. Ты идешь, пусть ребенок за тобой, пусть они учатся. Поэтому это здоровье. Меньше будете болеть. И вообще эта болезнь у вас касаться не будет. Особенно девчонкам, которым надо рожать три и больше детишек. Полные трибуны, флаги, речевки, песни, атмосфера в Раубичах всегда была на высоте. Сегодня особенно. Заряд настроения получили все. И спортсмены, и болельщики. Особенно, когда буквально рядом с тобой президент. Что у вас на лыжах в следующий раз? Приходите. Будете здоровыми. Девчонок убеждает, что журналистов, что им обязательно надо. Потому что надо строить традиции. Они молодые. Мы с вами, Александр Грибин. Это враги пишут, что я завтра умру. Ну я 40 лет все умираю, умираю. Вот такой народный праздник еще и помноженный на масленичную неделю. Она заканчивается завтра, но вряд ли стоит грустить. Ведь скоро настоящая весна. А Минская лыжня, так полюбившаяся всем, еще обязательно будет. И не раз. Влада Корницкая, Антон Ковальчук, Алексей Ковалев и Сергей Янковский. Как посмотреть? Традиционно на Минской лыжне Александр Лукашенко общается с журналистами. Причем по самым разным темам. Но как иначе, если время настоящее, но горячее и в информационном поле, и в геополитическом. И начали журналисты с близкого профессионального вопроса. Европейские журналисты провели расследование, что к 2030 году в России появилась стратегическая плана в отношении Беларуси. И все, к 2030 году Россия нас съест. Погоди. Я не знаю, о чем ты говоришь. Внимательно слежу за этим, хотя сейчас не очень. Я понял, в чем дело. У нас есть своя стратегия? Есть. У России ядерная крупная держава. У нее есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия. Жить как со своими братьями в мире и дружбе. Сто процентов. Ничего живого в этом нет. Мою позицию, вы знаете, она неизменна. Мы независимое, суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо? Так понимает президент России эти проблемы, как и я. Вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения, дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена там, чтобы нас расколоть. Президент подчеркнул, в ближайшее время будет полная информация о всех 28 союзных программах с России. Главные из них касаются таможенный и налоговый сфер. Подходы будут паритетными. И никакие провокации не смогут на это повлиять. Совсем недавно на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ, по-моему, это был латвийский депутат, оскорбил российского депутата. Совсем в недипломатических выражениях, после чего западные участники вовсе покинули заседание. Были провокации в адрес нашего представителя Андрея Савиных. Более того, Генассамблея ООН готовит очередную антироссийскую резолюцию. Так вот, нужны ли нам вообще такие международные площадки и, в принципе, диалог с Западом? Вы знаете, нужны. По одной такой еще важной причине, что они ждут, что мы уйдем оттуда. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они показали свое лицо в очередной раз. Кого вы оскорбляете? Вы оскорбляете русского, белоруса, который вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думали. Что тут говорить? Поэтому пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает, караван иден. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. А по поводу этих площадок, слушайте. Ну ладно, Организация Объединенной Нации, там сильное государство давит на меньших. Америка печатает доллар. Тебе даст доллар, будешь голосовать. Не будешь голосовать, не получишь. Я много раз был в ООН и видел это. Это организация, где, ну, площадка, где можно поговорить, чего-то обсудить. Ни разу же не приняли нормального решения, выгодного для... Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире, пусть бы бедолагам каким-то помогли, пусть бы работали хотя бы по гуманитарным вопросам, но везде расхождение. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс. Запад не хочет этого разговора, я же предлагал. Давайте соберемся, поговорим. Когда в Афганистане, там, в Сирии войнуха началась. Главы государств должны собираться. Я дважды или трижды был на таких совещаниях, так сейчас даже собираться не хотят. На уровне министра иностранных дел в лучшем случае. Поэтому это инструмент для давления. ОБСЕ. Какое они имеют отношение к выборам вообще-то? Это безопасность сотрудничества в Европе. Какое отношение к выборам? Нет, они влезли сюда, потому что выборы – инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм. Александр Григорьевич, в нашем регионе еще одна потенциально горячая точка появилась в Приднестровье. Минобороны России уже предупредила о готовящейся провокации. Сообщается о том, что на украинско-молдавской границе скапливается военная техника. Если, не дай бог, Украина развяжет второй фронт. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией. И в Приднестровье закрыть вот эту серую дыру, как они говорят, с Приднестровьем. И объединить Молдову или Румынию ее там запихнуть. Но я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то, как ты говоришь, второй фронт. Потому что в Приднестровье там не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, сколько боеприпасов. Там мало не покажется. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют второй фронт, это смерти подобное. Спросили журналисты у президента и по поводу действий Польши на совместной с Белоруссией границе. Официальная Варшава решила закрыть едва ли не все погранпереходы. Для чего? Зачем? Почему могут привести игры польской стороны в директора шлагбаума и закрытие границы? В желании сделать хуже Белоруссии, Польша забывает о важных маршрутах в Азию. Ну, хотите вы навредить России? Попробуйте. Там у вас есть граница с Калининградской областью. Белоруссии хотите навредить? Ну, навредите здесь. У нас же огромная тысяча километров граница. Навредите. Ну, что ж вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводородов России, обеспечивает Европу углеводородами. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли свою работу. Второй вопрос. Ну, зачем своих рубите? Ну, хотят показать свою значимость. Может, перед патроном, который приезжал недавно к ним, надо же было показать, что они тут за американцев воюют и готовы на все. И себе в голову выстрелить. Поэтому, ну, понятно их шаги. Просто идиотский поступок. Ну, и еще, когда приехали поляки и литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят, мы тоже хотим. Мы тоже, говорят, хотим. А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Ну, люди разберутся. У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать, народы их сметут. Не обошла пресса вниманием и внутренние вопросы. Сразу несколько жутких аварий на этой неделе произошли в стране. И все с участием маршруток, в которых ехали люди. Без трагедий, увы, не обошлось. Я поручил, группа работает, госсекретарь занимается с правительством, чтобы мне доложили, что происходит на самом деле. Но, с другой стороны, знаете, маршрутки, не маршрутки. Там же сидят водители. И не все маршрутки, слава богу, в кювет полетели. Значит, вопрос к порядку на дорогах. И прежде всего к водителям. Поэтому у нас есть вопросы от подготовки водителей, технического состояния, не снимаю этот вопрос, до дисциплины на дороге. Мы в ближайшее время проанализируем эти вопросы. По спортивному горячу сегодня не только в Раубичах, в Кузбассе стартовали вторые международные зимние игры «Дети Азии». Атлеты юные, им до 16 лет, но вот сражаться будут по-взрослому. 12 стран-участниц, 57 комплектов наград, спортивные площадки, оборудование – все на высшем уровне. Даже сами игры, как и олимпийские, проходят раз в 4 года. Под нашим флагом выступят 68 ребят в 8 видах спорта, в том числе и в конькобежном, который впервые представлен на этих играх. Большие надежды на Полину Севец, чемпионку нашей страны среди юниоров и капитана белорусской команды на этих играх. Но, конечно, медали ждем гораздо больше. Наш спортивный обозреватель Андрей Бондаренко сейчас находится в Кемерово. Андрей, добрый вечер. Как встретили наших спортсменов и на что делаем ставки? Добрый вечер, Катя. Несмотря на то, что в Кемерово достаточно морозно, принимали наших спортсменов. Очень тепло и очень уютно. Если хотите по-домашнему. И уже приняли. В составе сборной Белоруссии почти 70 спортсменов. Выступим в разных видах спорта. За медали, конечно, очень хочется побороться. Но основными будут это, наверное, лыжные гонки, шорт-трек и конькобежный спорт. Всего же сюда, в самое сердце Сибири, в Таштагольский район, Кемерово, Новокузнецкий, и Междуреченск приехало почти 900 спортсменов из различных стран. Что касается сборной Белоруссии, то у нас действительно очень рады ребята, что вообще есть возможность соревноваться, тем более на таком высоком уровне, потому что именно вот этой соревновательной практики борьбы сейчас многим не хватает. Уже прошла церемония открытия. Флаг нашей страны на ней пронесла конькобежка, юная конькобежка Полина Севец. И сразу после этого важного, ответственного, наверное, очень запоминающегося момента мы поговорили с Полиной. Для меня это большая честь. Было очень волнительно, не буду скрывать. Я очень горжусь этим. Меня все поддерживают. Это мне продает больше сил. Спасибо всем, всем и моей команде. Хочется показать хороший результат. Хорошие секунды. Буду стараться выполнить технические аспекты, выполнить вот эти вот задачи. Я буду стараться, но больше шансов у меня, конечно же, на дистанции 3000 метров, потому что я специализируюсь больше на длинных дистанциях. Вот такой вот у нас скромный, юный, но уже очень сильно уверенный в себе капитан и знаменосец сборной Беларуси. Но отметим, что все спортсмены уверены в своих силах и серьезно заряжены на борьбу и на результат. Да, Андрей, знаешь, что билеты на церемонию открытия раскупили буквально за двое суток и в красочном шоу принял участие даже олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с сыном. А что тебя больше всего удивило? Да, церемония открытия получилась очень яркой и очень мощной. Многие зрители хотели посмотреть и на Евгения Плющенко, и на других звезд и шоу-бизнеса, и, конечно, спорта. Так что ажиотаж был очень серьезный, но Ледовый дворец Кузбасс смог вместить только 6 тысяч зрителей, хотя желающих было гораздо больше. И, наверное, самая важная, неотъемлемая часть любых крупных соревнований – это церемония открытия и парад стран-участниц. Конечно, все шли со своим флагом и в душе со своим гимном. Наверное, такими должен быть честный здоровый спорт, которого нам порой в нынешнее время просто очень сильно не хватает. Что же касается сборной Беларуси, то ребят приветствовали очень-очень громко. И вот, чтобы вы окунулись в эту атмосферу, кадры прямо с подиума. Уже завтра сотни спортсменов разъедутся по разным городам и различным аренам, чтобы начать борьбу за медали вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Отметим, что будет представлено в хоккейном турнире сборная Беларуси. Там, конечно, борьба будет, наверное, самая серьезная из всех видов спорта, потому что Россия выставила не одну команду, а сразу несколько из различных регионов страны. Так что я думаю, что будет на что посмотреть и будет за кого поболеть. Главное, чтобы эта борьба и эти соревнования были честными. Ну что ж, а нашим ребятам удачи, конечно, только побед. Андрей, спасибо. Ждем от тебя оперативных новостей. Ну и, конечно, передавай ребятам, что мы болеем за них всей страной. И о победах другого рода. В номинации «Постановка недели» нет равных Джо Байдену. Он тут посетил Киев и Варшаву, сделал ряд заявлений, по итогам которых эксперты недоумевают, а для чего был затеян весь этот перформанс. Да еще и с таинственными передвижениями по маршруту, во время которых Байден привычно шел не туда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А еще будут санкции. Ну что ж, не удивил. То ли плохой сценарист писал текст, то ли искусственный интеллект тестировали. А вот теперь давайте посмотрим на восток планеты. И на Китай, у которого есть свои мирные инициативы по поводу того, что сейчас происходит на планете. Это совсем не нравится Америке. Впрочем, официальный Пекин так выстраивает свои позиции, что все понимают, может, правда, виду не подают. Вот он, новый центр силы. Кстати, та самая великая китайская стена в самой Поднебесной считается несгибаемой могущественной силой. Величественная и спокойная, которая будто бы говорит, с нами лучше дружить. Что Беларусь и делает. И вот сегодня стало известно о государственном визите на следующей неделе Александра Лукашенко в Китай. И по ожиданиям это будет очень мощным политическим событием не только для двух стран. Уж поверьте, следить за встречей двух лидеров будут на всей планете. А в четверг президент ответил на вопросы китайских масс-медиа. Агентство Синьхуа – это самый влиятельный интернет-ресурс страны с аудиторией до миллиарда человек. У Синьхуа более 180 корпунктов за рубежом, в том числе в Минске. Медиа-корпорация Китая – тоже одна из крупнейших в мире и представлена в 143 странах. Журналисты в первую очередь интересовались, как развиваются отношения Китая и Беларуси в различных сферах и их перспективами. Здесь и про торгово-экономическое взаимодействие, и про значимые совместные проекты. Не обошлись стороной и ситуацию на Украине, и роль в этом Китая. Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Китайцы всегда аккуратные, осторожные, туда, куда не надо, они не лезут. Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я просто забегая наперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Диньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Вот это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе. Ну а что касается двусторонних отношений между Минском и Пекином, то минувший год стал отличительным во взаимной торговле. Преодолена планка в 5 миллиардов долларов, и продавать в Китай мы стали более чем в полтора раза больше. Да и объем инвестиций в нашу страну с приставкой «Made in China» приближается к миллиарду долларов. Так что от предстоящей встречи в Пекине стоит ожидать и нового уровня отношений, хотя они и так высокие, и всепогодные, и новых глобальных проектов. Если кто-то, не подумав, закрывает одни двери на том же Западе, то их приветливо распахивают другие на Востоке. Но всегда найдутся те, кто будет скептически смотреть на позиции экспорт-импорт. Объясняется это просто, мол, о себе-то хватит. И вот здесь беспокоиться не стоит, ведь продовольственная безопасность нашей страны выстроена по принципу «если обеспечили себя, то можно и за рубеж продать». Касается это и типично белорусского продукта – картофеля, то и самой бульбы, с которой нашу страну ассоциируют в мире. Несколько лет назад Беларусь вошла в топ-15 самых крупных импортеров второго хлеба, а еще белорусы – лидеры по потреблению картофеля на планете. В среднем 170 килограммов в год. Это значит, в среднем мы съедаем примерно полкило в день. Много это или мало, как посмотреть. И ближайшие соседи значительно отстают в этом потреблении. Так что если вы сейчас ужинаете и на вашем столе картофель, значит вы точно наш человек. А знаете, сколько в стране сортов своей картошки? Только не удивляйтесь – 190. Ирина Плотская все не перепробовала, времени не хватило, но с королевой Анной познакомилась. Рядовой продукт в семье постоянно употребляется. Выбираю покрупнее и спрашиваю, чтобы она была разваристая. Будем кушать королеву Анну. Надеюсь, что это будет королевская картошка. Мы же белорусы, мы картошку любим практически любую. Недаром ее называют вторым хлебом. Истинные белорусы без картошки не обходятся. Поэтому на главный ингредиент наших национальных блюд всегда большой спрос. Куда идти за самыми свежими овощами? Конечно, на сезонный рынок. Королева Анна, Пароли, Розовая Гала. Более 15 сортов картофеля и все с белорусских закромов. От выбора разбегаются глаза. Но если сложно определиться, то помогут, конечно, наши продавцы. Анастасия по внешнему виду определит и сорт, и страну производителя. Сейчас главные поставщики корнеплода на рынке белорусские. В марте ждут молодую бульбу из Азербайджана и Египта. На рынке уверены, импортный лишь сезонный фактор. Наш картофель был и остается вне конкуренции. Египетская картошка, если сравнивать с любым молодым картофелем, она всегда имеет преимущество в цене. Она всегда в два, а то и в три раза дешевле. Но мы не переживаем за то, что будет молодой египетский картофель. Со слов покупателей говорят, что она похожа на мыло. Зачем нам чужое, когда своего запасли аж 50 тысяч тонн? Основная нагрузка в это время на стаб-фонды именно здесь формируется стратегический запас на межсезонье. И каждый год его больше. Около 10% увеличены были объемы закладки, что по расчетам март должно обеспечить потребность торговых сетей в полном объеме. Потребление картофеля идет практически немножко ниже уровня предыдущего года, но достаточно стабильно. Здесь у нас розовый картофель-манифест, повыше картофель-бриз, который желтенький. Вот оно, белорусское богатство. На любой вкус и цвет. Внутренне пройти склад заполнен. Кормить запасами предприятие партизанское будет весь Минск. Хватит и школам, и детским садам, и магазинам аж до июня. Здесь в закромах картофеля порядка 4 тысяч тонн. И важно не просто хранить, сохранять. Температура плюс 4, минимум света и большая влажность. Идеальная среда для хранения картошки. В таких условиях клубни пролежат с осени до лета, не теряя внешнего вида и полезных свойств. Например, эта партия отправится в столичные магазины уже в понедельник, и хватит такого запаса в 10 тонн примерно на неделю. И в каждом таком мешке отборный товар. Перед реализацией партия проходит сортировку. Плоды осматривают вручную, некондицию отправляют на корм скоту. Картофель имеет физиологические особенности, как и человек. Он дышит, какие-то ранки зарубцовываются. При выборе картофеля не надо обращать внимание на то, что есть какие-то царапинки, трещинки. Это на вкусовые качества не влияет. С 1 декабря 2022 года реализовано около 25% картофеля. Отходы составляют где-то от 5 до 10%. В государственном реестре 190 сортов картофеля. Есть у корнеплода и свои кулинарные стандарты. Например, ранний подходит для салатов. Поздний, он же более разваристый, для пюре-драников-бабки. Королева Анна и Скарп. Это два основных вида, с которых могут и пюре приготовить, и пожарить, и сварить, и запекать. В это время года самые сладкие сорта картофеля, пожалуй, это будет галла. Есть картошку рекомендуют и врачи. Минимум полкило в неделю на одного человека. Много, мало, но это как посмотреть. Главное – уметь его вкусно готовить. Для сравнения возьмем картошку в магазине. В отличие от рынка, выбор совсем небольшой. Вот один ценник – 97 копеек за килограмм. Три разных вида. Вот побольше, поменьше. Ну и внешний вид, соответственно, немножко хуже. Но не факт, что это отразится на вкусовых качествах. Поэтому попробуем. Мы купили четыре разных вида. Королеву Анну, Скарп, безымянный из магазина и красный. И отнесли шеф-повару. Блюдо дня – драники. Для драников – это картофель, лук, яйцо, мука, ну и соль, перец. Делаем массу, все вымешивали равномерно и начинаем жарить. Соль, перец. Цвет, размер и цена разные, а вкус проверит экспертная группа. Четыре независимых и голодных посетителя ресторана пробуют и выбирают самый вкусный образец. Я тоже попробовала все четыре образца, могу уже сказать свой вердикт. Больше всего мне понравилась Королева Анна и красный картофель. Мнения разделились, но победила Королева Анна, как и предсказывали специалисты. Но о вкусах не спорят, под них подстраиваются селекционеры. Каждый год разнообразие на прилавках шире, значит и в этом, и в следующем году будем со вторым хлебом. Нашим. Ирина Плотская, Виталий Гончарик, Сергей Васюкевич, Никита Сташков. Как посмотреть. Продолжим о любви, только теперь материнской. К сожалению, она не знает границ, особенно когда эта любовь вовсе не к ребенку, а к деньгам или себе самой. Сегодня в Беларуси более полутора тысяч детей признаны нуждающимися в государственной защите. Причины разные, но суть одна – маленькая жизнь в опасности. Конечно, и прокуратура, и социальные службы, и комиссии по делам несовершеннолетних до последнего стараются пойти навстречу нерадивым родителям, давая шансы исправиться. Но, может, порой крайняя мера, единственная верная, чтобы предотвратить трагедию. Что происходит за закрытой дверью? Заглянул Александр Плескачев. Сразу предупредим. Кадры будут жесткие. Пришел знакомый, просто в гости. Сели, распили спортные напитки. Тот роковой вечер Елена почти не помнит из-за количества выпитого. Придя в себя, она увидела, что ее восьмимесячная дочка истерзана до смерти. Все подробности узнала уже из материалов уголовного дела. Наверное, хорошо, что я не совсем все помню. Не хотелось бы чувствовать совсем себя монстром. Ну, если это действительно все-таки ты. Детали убийства не укладывались в голове даже у повидавших всякой исследователей. Плачущего в истерике ребенка сперва искололи вилкой, а после, чтобы окончательно успокоить, обезглавили. Я ее любила и люблю до сих пор. Когда молюсь, за нее я общаюсь. Прошу родителей, чтобы когда посещают могилку, к ней тоже как-то за меня с ней поговорили. 25 лет колонии. На свободе без нее растут двое детей. За колючей проволокой Елена не одна такая. Здесь и другие матери за насилие над собственными детьми. Генеральная прокуратура встревожена. Таких семейных террористов становится больше. Вот цифра только за прошлый год. В отношении 128 несовершеннолетних совершены преступления, связанные с насилием в семье. На 20% увеличилось количество детей, чьи родители лишены родительских прав. Более полутора тысяч детей признаны нуждающимися в государственной защите. Мелитно пройдет, что вы. Чтобы успеть защитить ребенка, сотрудники в гости к тем, кто находится в зоне риска, идут без предупреждения. Реагируют даже на малейшую ссадину на теле. На контроль берется любое сообщение об агрессии. Благо, не всем безразлична судьба чужого ребенка. И у меня горит желание убить вас всех. Вот просто от слова совсем. Просто не нужно было вам всем сунуть свой нос в мою жизнь. Это моя жизнь. Это мой ребенок. Это звуковое сообщение девушка прислала своей соседке. Мать лишили родительских прав за то, что она избивала полуторагодовалого ребенка. Притом сняла это на видео. Она умышленно истязала своего годовалого сына, систематически наносила ему побои, била ребенка по голове и другим частям тела. Сделала она это потому, что мужчина не давал деньги на содержание ребенка. Запись была адресована отцу ребенка, но увидели ее и другие. Они-то изобили тревогу. Я сразу позвонила в милицию. 102. Мне сказали, что там сидит какая-то девушка, уже пишет заявление. Я сказала, говорю, пожалуйста, едьте туда к ней домой, потому что она не открывает двери никому. У нее периоды. Она иногда, да, вот мой Тимофей, я его люблю, он все, что у меня есть. А иногда вот там все у меня все плохо, там родители, там нету парня. И срывается на ребенке, все, ты мне тоже не нужен, зачем я тебя родила. Соседи вспоминают, молодая мама любила и весело отдохнуть. Этим делилась в социальных сетях. Когда она недовольна своей жизнью, когда ее обидел муж, который ушел, естественно, она будет переносить это недовольство на ребенка. Службы действовали параллельно. Милиция выясняла все обстоятельства. Ребенка срочно показали врачам. Там был след, царапина было, вот, может, она ногтем зацепила, или, может, как-то когда ударила. И вот такая, как бы, гиперемия, покраснение вот в этом месте было. Прокуратура детально разобрала методы воспитания. Оказалось, что мать-одиночка жила вот так несколько месяцев. Суд постановил лишить родительских прав и выплачивать государству деньги на содержание ребенка. Мы разыскали Наталью в другом городе. Девушка объясняет свое поведение и заверяет, что хочет вернуть ребенка. По ее словам, сын не при чем. Причина в его отце. У меня немножко нервная система, она подшатана, а у меня случился нервный срек, прям очень сильный. Сам факт того, как я его ударила, своего сына, я не помню вообще. Ему просто пишешь, скинь денег, пожалуйста, на сына, а сама не можешь заработать. Все. И ты вот так вот, как собачку, постоянно пишешь ему и умоляешь. Поскольку я живу одна, мне содержать себя, ребенка и квартиру, это очень тяжело на детские. В процессе разговора выясняем, Наталья и сама была жертвой домашнего насилия в детстве. И для нее это стало нормой поведения. А вас за что в детстве берегу? Просто так. Мне своему ребенку хотелось слушать, чтобы у него не было такого детства, как у меня. У меня получается, что я начинаю вести себя как свои родители. После лишения родительских прав, ты смогла быстро вот так вот все. Тебе голова пришла обратно в состояние, ты начала понимать, что нужно что-то делать. Сегодня сын в другом районе, в доме ребенка. Узнав, что мы едем туда, девушка засобиралась в дорогу, но услышанное там ее не обрадовало. Могу показать вам его в окно, но не больше. Все. Он вас точно не увидит. У него есть новые родители и новая семья. Я переживала, но все равно больше за ребенка. Потому что наше дело заботиться о ребенке, не о родителях. А ребенок пострадал от действий взрослого человека. Мы переживаем и заботимся теперь только о маленьком ребенке, который находится у нас. В этом доме детки, оставшиеся без родителей по разным причинам. Кто-то на время, а кто-то и навсегда. Про судьбу каждого не выслушаешь без слез. Вот тоже история вам, пожалуйста, насилие совершенное. Эта девочка была в опекунской семье. Ей, если так можно сказать, повезло, в отличие от братика. Она может ходить. Маленький Дима вернулся назад в дом ребенка уже инвалидом. Поступает в Брестскую областную детскую с черепно-мозговой травмой. С множественными подкожными гематомами, избитые, истощенные. И кто это сделал? Опекун, папа, мама. Кто? Неизвестно. Эмоционально очень-очень тяжело на это все смотреть. Я не понимаю, как здесь люди работают. А это кто? Эмоционально очень тяжело. Но куда еще тяжелее смотреть на такое. Эту одежду трехлетний малыш больше никогда не наденет. Удар по голове оказался для мальчика смертельным. Трагедия произошла в Слуцке в начале этого года. Мужчина и женщина по подозрению в убийстве своего сына заключены под стражу. Дети отобраны и находятся под государственной защитой. Главная задача государства – предотвратить беду, если надо, лишать горе родителей прав на воспитание детей, чтобы у ребенка появился шанс не повторить их судьбу. И если ребенок имел свой травматический опыт, его били в детстве, то для него это тоже как разрешенный момент. То есть бить детей можно. Но это вопросы психологической грамотности населения. Так как воспитывать? Бить и значит любить? А может это ненависть, до которой один шаг? Каждый раз рассказывая истории, которые с трудом укладываются в голове, мы верим, что однажды поводы для репортажа будут только хорошими. Но мир продолжает испытывать с нас тревожными новостями. В минувшее воскресенье в Турции завершилась миссия наших спасателей. Спецотряд белорусского МЧС вылетел на место землетрясения, когда под завалами еще оставались живые. Для них то, что мы с вами видели в шокирующих видео, стало реальностью. Проект «Хорошие люди» в этот раз будет не об одном герое, а обо всей команде, которая работала в эпицентре катастрофы. Четко, слаженно, по служебной инструкции, но к этому все равно сложно быть готовыми. Анна Волковец узнала, что чувствуют люди, посвятившие свою жизнь спасению других. С самого утра мы уже знали про то, что произошло землетрясение. И самый главный вопрос оставался в информации от пострадавшей страны, сколько человек там пострадало, погибло, не нужна ли им международная помощь. Сутки мы здесь уже собирали оборудование, готовили технику. На пару часов домой съездил, забрал вещи и уехал. 64 человека и 5 собак. Таким составом белорусский отряд специального назначения «Зубр» прибыл на место одного из самых масштабных бедствий 21 века. Кажется, не слишком большая команда, когда речь идет о катастрофе в городе-миллионнике. Только каждый из этих белорусов посвятил свою жизнь подготовке к любой чрезвычайной ситуации. Они умеют работать там, где вокруг боль и страх. Они спасают там, где порой умирает даже надежда. Ни один, ни два дома там. Улиц не было. Просто все лежало в руинах. Люди сидели возле разрушенных домов. Такая трагедия большая. О чем мы думали, что чувствовали? Все настраивались на работу. Понимали, что нужно работать, откладывать какие-то эмоции на второй план. Ну, первоочередное – это спасение пострадавших, выживших, извлечение погибших. Но все, конечно, воспринимается совсем по-другому. Видя это своими глазами, в первую очередь видны эмоции людей. То есть, ну, разрушенные здания, они в принципе и в кадре, и в жизни они выглядят примерно одинаково. Большой разницы нет, но видя вживую местных жителей, которые сидят вдоль улиц и возле своих домов, надеются на то, что их родственники еще живы под завалами. Ну, это, конечно, очень психологически оказывает свое влияние. Голос. Голос. Еще. Громче. Громче. Да. Да. Лай нашего лабрадора Таи и других собак поисково-спасательных служб – лучшее, что можно услышать среди руин. Этот сигнал понятен на всех языках, без перевода и пояснений. Под завалами точно есть живой человек. За время миссии белорусским спасателям удалось достать 56 человек. Шестеро. Живые. Шесть историй. Шесть судеб. Шесть живых людей там, где погибли больше сорока тысяч. А как для кинолога это вообще просто колоссальное счастье, что твой напарник прямо почувствовал, прямо обозначил, и ты ускоряешь процесс извлечения пострадавшего из-под завалов. И когда достали живых людей, это прямо счастье, прямо радость. Скорее, быстрее передать скорую помощь, чтобы он быстрее его, скажем так, еще спасти. Вот это самые счастливые моменты, когда достаешь живых людей. Живой человек – это спасенная жизнь, это счастье просто. Мы беседовали с каждым из них отдельно, но они как один улыбаются, вспоминая моменты, когда среди шума техники и бесконечного горя, поселившегося в турецком городе, звучало «живой» и замолкают, когда просишь рассказать о том, что приходилось видеть большую часть времени. Их команда на 10 суток стала частью мира, который объединился вне зависимости от национальности. Объединился, чтобы помочь людям, в чьей жизни 7 февраля 2023 года за несколько секунд рухнуло все. Трагедия, в которой некого винить. Но рядом с нами каждый день живут и работают вот такие люди. Они знают, что делать, когда случается страшное. Они первые выезжают туда, куда все дороги перекрывают. И на вопросы своей миссии они снова одинаково скромно ответят. Просто такая работа. Работая там, знают, что дома ждут, то есть видя все это отчаяние людей, и что люди, по сути, не потеряли свой дом, кровь. Это очень важно. Для меня и для всех моих коллег, я уверен, и моих четвероногих напарников. Это тоже была очень важная миссия. Не все собаки, не все сотрудники за всю службу могут такое не увидеть, скажем так, то, что произошло. Мы сделали свою работу. То, что нас готовили, то, что мы тренируемся, мы знаем. Ну а за что вы ее любите? Не знаю. Работа, работа, как у всех. Чуть-чуть специфическая. Сколько живем, столько и удивляемся. Какие разные люди нас окружают. Знаете, это как клиенты в такси, или как водители такси, всегда разные. Один из мировых сервисов на днях подсчитал, а сколько стоит проехать на такси в разных странах. И Беларусь в этом списке не затерялась. Оказалось, что наш километр пути один из самых низких в мире. И стоит он 21 американский цент. Дешевле извозчики только в Египте и Пакистане. А что у наших соседей? В Украине и России услуги такси стоят одинаково. А вот в Польше оно обойдется в три раза дороже, чем в Беларуси. И еще больше придется выложить, если заказывать услугу в Литве или Латвии. Ну а лидером по ценам стала Швейцария. Там километр пути стоит 4 доллара 20 центов. И это уже не два счетчика, шеф. А вот что абсолютно бесплатно, так это пешая прогулка. Тем более увидеть можно гораздо больше, чем из окна автомобиля. И рассмотреть со всех сторон. Порой буйство фантазии скульпторов поражает. Современные города украшают и парящие в воздухе водопроводные краны, и женская туфелька на шпильке гигантских размеров, прищепка высотой с пятиэтажной дома и даже корова в скафандре. Ну и куда без вездесущих папарацци. А на кольке добра мы ведаем нашу краину. У минулы авторок традиционно отзначили день родной мовы, яка изъявляется и душой народа, и часткой самобытной культуры. Символично, что минавито на этом тыдне старожитный город Слуцк урочисто занял посаду культурной столицы Беларуси. У паштовых отделениях зараз можно найти и мостатский конверт с оригинальной маркой. Наимно малеванный герпы и основные славотности города вот им лику помняк княгиня Анастасия Слуцкой. И коли беларускую жанну Дарк тут ведая напевно кожный мясцовый жахар и заезжий турист, то инши в уличные творы мостатства часом и обделяны увагой. Александр Матяс запрошает на Слуцкий променад. У Слуцкого все по-людски. Упыльнены многие чули, бородатая примовка. Хотя, как поглядеть? Кажут на вустах 16-го года с часов Жанны Дарк Белой Руси. Смелая женщина Анастасия Слуцкая. Муза для скульпторов. Только одна спадница – пять тонн. Про княгиню сняли кино на Беларусь в фильме. Это уже классика и поставлено пуанты у Великим театры. Слуцаке, минавито и они в 18-м ста годе были первыми в галине балета. Спадяются побачить хореографичную легенду на сцене футуристичного палаца культуры. Тут на Великой Горце. Ее еще называют капец. Это нулявый километр города, який в минулом году постарыл отразу на 111 год. Теперь ведутся далека от 1005-го, а не 1116-го года Шаршеляфам по столичному. Древний город Наслучино, самый главный маршрут, который рассказывает о самом городе, о его истории, о знаменитых людях, земляках наших. Все улочки, все закоулки, наши памятники. Ночные экскурсии не предлагаете? Пока еще нет, но они в разработке. Планируем что-то такое интересное придумать. У первой культурной столицы Беларуси Полоцку София Святыня. У Слуцку святая праведная княгиня. Небы живая скульптура. Там, где больше за полтысячи годов тому створенный шедевр книжного мастатства, рукописная Слуцкая Евангелия. До речи, еще в начале 20-го года Слуцк называли Беларуським Иерусалимом городом золотых куполов. Лайфхак. Варто поглядеть храм на острове Свято-Михайловске, узведенную в 18-м стагодзе с древа в традициях народного долетства. Без цвеков, кто его ведет. Просто пригожа. Как культурно провести время в Слуцке? В Слуцке? Ну, сходить в Дом культуры, в музей. Я вот культурно гуляю по парку, потом по базару. Провожу культурно время дома только. У нас есть Слуцкие поясы. Очень часто мы туда ходим с внуками. Ну и вядомашку дыбись яго. Слуцкий пояс – наша гордость и годность. Ужуча твертая стагодзе. Скульптура – ткач. Многие догадут льва рожать, хто стал прототипом. Владимир Мулявин, ци нават сам перший президент. Фабрику одновили, працуя и при ее музей истории бренда. Замеш персидского узора – цветок родимый Василек Максим Богданович. Импортозамещение по Дедовску. Самое тусовочное место в Слуцку – день и мать, часу спать. Бой недозволенный. Еще довоенный парк культуры и отпочинку. Эстрады, аттракционы, винтажные советские скульптуры а-ля девчины с веслом. Витаясь хлебом с солью нездорма Случшина, житница Беларуси – тибелорусская ломбардая. С семьей хожу и в Дом культуры, наш Кровеческий музей, наша галерея, музей слудских поясов. Ну, в принципе, у нас очень много мест, где можно отдохнуть. С Лудском все по-людску. Так точно. Вы чули, як спевает Слуцк не тольки культурная столица Беларуси, а ле и Соловина? Их тут больше, чем де. Одна птушка на шесть гектаров. Зайдите у один на Украине музей Соловья. Як бачим, у Слуцку все по-людску. И вот, кажется, весна уже на пороге, а тут снова суровый февральский минус. И если столбик термометра так непостоянен, быть может, стоит обратить внимание на тех, кто чувствует некоторые вещи лучше других. И я сейчас о животных предсказателях. Вспомните нашего оракула Краба Петровича, который абсолютно точно предсказал результаты 11 матчей Чемпионата мира по хоккею в 2014. И тут уж хотите верьте, хотите нет, но в отношении погоды живые барометры порой бывают точнее синоптиков. И, кажется, они уже почуяли приближение тепла. Сверила времена года Надежда Завиновская. В Гродненском зоопарке неожиданный сюрприз. В феврале проснулись ежики. И не просто вышли из пячки. Тут эмоцион и воздушные ванны. Больше других обескуражены соседки Белки. Ведь вставать-то колючим положено не раньше апреля. Удивлены и сотрудники зоопарка. Неужто весна на пороге? Ежи ребята точные, не хуже медведи чувствуют смену сезонов. И аппетит у ежиков весенний отменный. В основном мясо нежирное, говядину дают, курицу, фарш. Яйца они с удовольствием кушают. Любят ежики, также сладенькое. Поэтому им делают специальные бутербродики с повидлом. Наши ежики живут дружно, мирно. Им нравится теплая солнечная погода. Среагировал и павлин Сима. Уже распушил свой хвост. И не важно, что он еще куцый. Оперение сформируется только к маю. Главное, весна-то у него в сердце. Да и надежная подруга здесь же рядом. Только вот главные предсказатели весны – бурые медведи. На удивление, все еще по кроватям. Обычно самый активный у нас бурый медведь. Он обычно ложится позже остальных. Просыпается раньше, но он еще тоже. Он еще такой полудремя. И вот медвежий парадокс. В столичном зоопарке все наоборот. Какой тут сон? Бурая медведица Нюра и сама не спит, и соседа Тристана разбудила. За всю зиму прикорнула всего-то на пару недель, вместо положенных пяти месяцев. Недосып на нее никак не повлиял. Бодра, полна сил, уже вовсю общается с посетителями. Как так? Загадка природы. Не иначе. Возможно, это связано с тем, что она выросла у людей. Поэтому так вот происходит. Точно по времени, сколько Нюра спала, мы сказать не можем. Потому что, ну, в принципе, медведи залегают спячку. Это не значит, что не спят и храпят у себя в берлогах. Скорее всего, они находятся в сонном, коматозном состоянии. Обращаться за советом к представителям фауны модно было во все времена. Живыми оракулами делали опоссумов, слонов, гиббонов, овец. К примеру, в той же России на днях метеорологами стали и ежиха Соня, и парочка енотов Бонни и Василиса, и даже кролик-вождь. И все в один голос прогнозируют раннюю весну. Но лидером мнений остается американский сурок Фил. Каждый год 2 февраля в городке Панксатоне в Пенсильвании он собирает тысячи людей. Два свитка с предсказаниями «будет-не будет» и «разочарование». В 23-м американцам потепление точно ждать не стоит. Конечно, те, для кого делать прогнозы профессия, к подсказкам братьев меньших относятся с юмором, а доверяют науке. Смену сонных привычек объясняют просто – климат меняется. В Беларуси за треть века с юга на север он сместился на 150 километров, а средняя температура воздуха повысилась на градус. Это много. Если так пойдет и дальше, жди последствий. В первую очередь, конечно, это возрастет количество опасных и неблагоприятных явлений. Где-то увеличится количество наводнений, где-то увеличится количество засух. Если вы заметили, зимы в нашей стране стали более короткими и более мягкими. И весна к салам приходит тоже намного раньше. И кому верить – животным или человеку – тут уж каждый решает сам. Как на это посмотреть? Главное, весна придет. Рано или поздно. Но обязательно. Надежда Завиновская, Александр Титовец, Александр Божуков, ОНТ. Уходящая неделя была еще и вкусной. Уже завтра традиционные проводы Масленицы, а вместе с ней и зимы. Но это как посмотреть. По крайней мере, календарная весна уже точно наступит на следующей неделе. И мы точно вновь встретимся в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok